Волейбольная команда Тюмень-Тюмгу готовится ко второму кругу предварительного раунда Кубка страны. Девушки пробудут дома немного. Матчи в Калининграде начнутся уже 16 октября. Хотя сибирячки совсем недавно провели 9 матчей за 13 дней. Но они не робкого десятка, поэтому изнурительный марафон двух кубков Сибири и Дальнего Востока, а также России, выдержали достойно. В Красноярске Тюмень-Тюмгу оказалось шаги от медали Кубка Сибири и Дальнего Востока. В Екатеринбурге подопечные Натальи Васильченко начали первый этап Кубка России. В столице Урала одержали лишь одну победу над Волгодонским импульсом, клубом, тоже представляющим высшую лигу А. В принципе, с Волгодонском, конечно, хотелось бы более хорошей игры, несмотря на победу. То есть я считаю, что мы должны выходить и просто противника этого, так скажем, грубо говоря, размазывать по площадке. Этого, к сожалению, не получилось, но получилась победа. В остальных матчах первого тура последовали поражения, хотя некоторые из них оставили приятное послевкусие. Так Тюмень-Тюмгу ввела во встречу с Грозной Уралочкой из Свердловской области 2-1, но команда Николая Карполя сумела выжить максимум из тайбрейка. Каждый матч, который мы играли на Кубке, можно его занести где-то с положительной динамикой, где-то с отрицательной. В актив команды. Ну, конечно, было приятно, что, в принципе, у нас был очень достаточно плотный график. Мы сыграли за 13 дней 9 игр, и что это была девятая игра, и девчонки так хорошо собрались, и, может быть, их простимулировало, конечно, название «Уралочка». В принципе, была очень хорошая игра, но жалко, что чуть-чуть не дотянули. Мы могли сыграть намного лучше, я считаю. В некоторых моментах не поверили в себя, наверное, потому что были игры с «Уралочкой», с «Уфой». Должны были даже мать. Мы ввели, и все хорошо начинали, но в конце вот не хватило немножко нам. Сейчас Тюмень-Тюмгу в своей подгруппе предварительного раунда Кубка России занимает четвертое место. В Калининграде соперницы будут все те же. Местный «Локомотив», «Уралочка» и две коллеги из высшей лиги А. Уфимский «Самрау», УГНТУ и Волгодонский «Импульс». В следующий этап выходят три коллектива, поэтому запрыгнув в последний вагон, тюменкам вполне реально. Да, и сейчас мы готовимся над теми ошибками, которые мы допускали. Мы сейчас постараемся наработать, отработать их, чтобы уже именно в Калининграде уже не допускать этих ошибок. Ну и, конечно, будем настраиваться, как бы есть все шансы. Я думаю, и девчонки это понимают, что есть шансы еще побороться, пойти дальше. Поэтому главное выкладываться на каждой игре и все. Кубок России для команд «Высший ли я» во многом проверка сил перед основным боем, стартующим в конце октября первенством страны. Состав «Тюмени-Тюмгу» в этом межсезонье обновился. Наталья Васильченко налаживает игровые связи, а новички втягиваются в атмосферу сибирского клуба. Для тренера секрет удачного волейбола прост. Стиль моей работы – это дисциплина. То есть я считаю, что без дисциплины хорошего волейбола не бывает. Да, где-то дисциплина для них была в новинку. Большие нагрузки были в новинку. Но вообще я стараюсь работать честно и считаю, что должен быть симбиоз работы тренера с игроком, тренера с командой. Когда мы можем, я девочкам это уже говорила неоднократно, если вы можете ко мне что-то, какие-то у вас вопросы, можете в любой момент. Естественно, это не делается ни во время тренировки, ни во время игры. Тут вы должны выполнять все мои указания. А когда это все закончилось, вы можете спокойно подойти, мы сможем с вами подискутировать. Может быть, даже в какой-то момент и где-то я была не права. В Тюмени и Тюмгу процесс становления нового женского коллектива проходит удачно, потому что все девушки – настоящие профессионалы. После второго этапа Кубка России состоится общее собрание команды, на котором будут обозначены цели на сезон в высшей лиге А. Изменился именно тренерский штаб, два новых тренера. И да, сейчас у нас намного более серьезные требования к нам и по дисциплине, и вообще во всем. И тренировки у нас ужесточились. Ну и это правильно. Тренер тоже большую роль играет. То есть он тоже сплочает нас, и мы сами. Это победы приносят такой вот дух боевой. На площадке в основном все сплочения команды идет. Ну и помимо этого все равно все девочки дружат.